Приветствую вас, Кристина. Во-первых, хочется сказать, что вам не только должны были назначить препараты, но вам ещё должны были назначить психотерапию. Что куда более важно, потому что лекарственные средства не устраняют проблемы, они только поддерживают определённое состояние, но не более того. Это очень важный момент. Так что не стоит рассчитывать на именно препараты. Вам осталось помимо медикаментозного лечения. Вам должны были назначить души и психотерапию. Почему вам психотерапию не назначили для меня, честно говоря, загадка. Но этот момент является, в общем-то, принципиальным, на самом деле. Дальше. Значит, то, что вы говорите, это больше про, значит, это больше про агрессию. То есть, это, ну, такая вот история про агрессию. То есть, это в большей степени невыраженная агрессия. Вот такая, я бы сказал. То есть, здесь проблема именно с невыраженной агрессией. Отсюда и желание причинять вред. То есть, некоторая такая потребность в физических действиях. Я бы сказал так. Вот. И соответственно, это означает только то, что вы себя сдерживаете. Это означает только то, что где-то вы себя подавляете. Подавляете, это означает только то, что где-то вы себя не позволяете быть вот, ну, самой собой, да, и соответственно, есть вот эта вот потребность, есть вот это вот желание, условно говоря, себя подавлять. Вот. Вот. Только оно вами занимается. Вот. На мой взгляд, убирается все в это. Конечно, при том условии, если нет у вас каких-то органических нарушений. То есть, если нет физиологических нарушений, если этого нет, то, собственно говоря, проблема заключается исключительно вот в этом внутреннем таком конфликте вашем. То есть, как бы конфликтует именно потребность свободе, конфликтует именно желание, значит, желание свободы и недостаток, ну, естественно, такой активность, недостаток. Недостаток, скажем так, защищенности собственной. То есть, недостаток того, что лично вы, может быть, делаете для того, чтобы себя защитить. Вот, чтобы себя, знаете, как, чтобы себя обезопасить. Вот. Недостаток того, что вы, может быть, себя недостаточно любите, недостаточно принимаете. Ну, это уже больше, конечно, истерий показалось. Это скрытая агрессия, это может быть скрытые обиды. Вот. И это могут быть определенные нюансы, связанные с ощущением свободы. Вот сейчас, что вы говорите про брата, а тут может быть ревность к брату. Вот. Ну, то есть, вот. Такая вытесненная ревность. То есть, такое бывает. Довольно часто такое случается, что дети ревнуют друг к другу. Вот. К большому сожалению, конечно, такое происходит. Это всегда травматично. Вот. Это всегда довольно болезненно. Вот. Ну, к сожалению, такое случается. К сожалению. Вот это корректируется. Все это корректируется. Но, повторюсь, должна психотерапия. Вот. Вот. Медиакоментозное лечение проблему не решает. Не решает. Вот. Сейчас происходит как к чему-то просто болезненному. Да? Вот. Потому что это не просто болезнь. Это не просто болезнь. Это не просто болезнь. Болезнь. К сожалению. Болезнь. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам дать. С точки зрения психологии. А. Парни. Что следует учитывать? Учитывать следует. Такой важный момент. Как собственные подавленные чувства. У вас. Которые вы, может быть, сами себе подавляют. Не факт, что это правда. Не факт, что это верно. Но. Но. Вероятность. Пока. Имеется. Я. Был бы рад. Конечно. Конечно. Если бы это была неправда. Я был бы рад. Если бы это было не так. Но. Есть большая вероятность сама, что это так. Вот. Поэтому. Вот. Поэтому. Этот момент. Что же. Давайте будем учитывать. Что. А. Ну. В какой-то степени. Да. Важна. Важна. Работа. С. Потребностной. Сферой. Вашей. То есть. С сферой желаний. Вот. Ну. Необходимо. С этим работать. И. Исследовать. Это. Для. того. Чтобы. Привести. Ваше. Состояние. В порядок. Вот. Это. Собственно. То. Что я могу вам. Сказать. Опираюсь. Как бы. На. Свой опыт. Хотя бы. Взаимодействовать. С подобными проблемами. Вот. Так что. Не. Значит. Откладывайте в другой ящик. Вот. Не надо откладывать в другой ящик. Ага. Значит. Если этим не заниматься. Если этим не заниматься. То. Может быть. Все. Достаточно. Серьезно. Вот. Это. Потому. Значит. Не. Медлите. Не. В коем случае. Не медлите. Вот. И. А. Начинаете. Либо. Психотерапию. Вот. Онлайн. Это. Поможет. Либо обращайтесь еще раз к врачу, который не назначал вам препарат, и уточняйте вопрос, связанный с проведением психотерапии. Также отдельным пунктом хотел бы отметить, что вы говорите, что мы не можем. То есть, кто такие мы? Хотел бы я еще утолшинить этот момент, да, вот кто такие мы? Мы это кто? Пишите, что была у терапевта, а полноценное лечение мы не можем. Кто это мы? Хотел бы понять, что это вы, это вы совершеннолетние, и как бы я думаю, что вы уже можете нести ответственность за свою жизнь, и вот если вы считаете себя, чувствуете себя, чувствуете себя зависимым. Значит, от других людей, то это тоже может быть проблематикой. Вот такая история. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...